На ресторанную премию правительства Хабаровского края открыт прием заявок. Конкурс лучший в сфере общественного питания пройдет с таким размахом впервые. Несколько номинаций, крупные денежные призы, огромное количество участников. Все о премии Рест 27 расскажет Марианна Гейт. Лучший сомелье. Отличную пару чизбургеров, например, составит зинфандель. Это красное вино, которое выращивается в США. Лучший шеф-повар. Я учился у самих японских шеф-поваров. Лучший официант. В самые удачные дни официанты могут заработать около 8-9 тысяч только на чаевых. А также лучший ресторан или кафе. Именно на такие номинации будет разбит краевой гастрономический конкурс. Прием заявок открыли организаторы сутки назад, а уже десятки желающих. Среди которых кафе из ванина, бикина, гаровки. Из хабаровских. Шашлыков, паста на баре, сопка. Ханами готовится покорять жюри изысками японской кухни, авторскими саке и морепродуктами. Есть два вида тонца. Есть блюфин, есть еулофин. Один с желтой брюхи, один с синей брюхи. Но он в японском море. Там его очень тяжело достать. Японцы, прежде чем поймать, они трудятся месяцами. На данный момент у нас в ресторане есть еулофин. Тунец, он приезжает нас со Шри-Ланги. Из всех участников, например, в номинации «Лучший шеф» определят топ-10, которые финальный день на большой площадке фудкорта торгового центра. Организаторы еще определяются с местом. Должны будут в гастробатле доказать свое превосходство. Первое свое блюдо я приготовил в 6 лет. Это был борщ. Он оказался немножко жидким на мой тогда детский взгляд. И я добавил туда рожек. У меня до сих пор родители, родственники смеются над этим и так далее. Потом готовил на все родительские праздники и так далее. То есть мне прям с детства нравилась эта профессия. И все, когда гости к родителям приходили, спрашивали, а кто готовил так вкусно? Такие, Женя, Женя. Ну, думали, шутка какая-то. А потом, когда я уже стал работать в этой сфере, все-таки, так тогда не шутка типа была. Колбаса-бар выставил в конкурсанты харизматичного шеф-повара и сомелье, который способен удивить даже самого избалованного гурмана. Ну, я бы посоветовал обязательно попробовать ширас из нового цвета с острым супом. Потому что перечные ноты в вине отлично подчеркнут и дадут раскрыться этому блюду. В номинацию «Лучшее заведение» руководитель ресторана должен будет презентовать членам жюри своим выступлением. А вот лучший сервис оценят совсем другим способом. Есть такой ресурс «Нет монет». Он сейчас, в принципе, присутствует почти во всех ресторанах города и не только ресторанах. И поэтому вот по голосованию на этом ресурсе мы будем подводить итоги. А голосование там чаевые. А мы будем смотреть не на монетную часть чаевых, а именно на отпрыки. Кроме этого, на сайте премия rest27.ru за любимое заведение пройдет народное голосование. Здесь же участники подают заявки. Регистрация открыта до 1 сентября. Мариана Гейт, Иван Яковлев, Смотри Хабаровск. Организаторы гастрономического конкурса сейчас формируют призовой фонд. Победители получат крупные денежные призы. Также Краевое министерство промышленности и торговли совместно с Минтуризма прорабатывают соглашение, по которому топ-50 ресторанов и кафе будут иметь постоянный поток посетителей. Его обеспечат местные туроператоры.